В Депутатском объединении «Единой России» в Совете городского округа поступает множество обращений по поводу некачественной и несвоевременной уборки города. Жители региона обеспокоены предстоящим паводком. Тему продолжит Наталья Дуркина. Для того, чтобы город не утонул в лужах, члены Депутатского объединения «Единой России» в Горсовете обратились к главе города Олегу Белаку с просьбой предоставить информацию о вывозе снега с улиц города. Мы переживаем за то, что город у нас утонет в лужах, как это бывает, и поэтому нам бы хотелось понимать, каким образом сейчас работает система по очистке дворовых территорий, улиц и система по ликвидации скоплений снеговых гор. С этим мы обратились к мэру города Наринмара Олегу Ануфовичу в Белаку, чтобы ситуацию держать под контролем и контролировать скопление снега, вывоз снега и очистку дворовых территорий и улиц города от снега. Жители региона неоднократно обращались за помощью к депутатам. Люди искренне не понимали, по какой системе идут работы по вывозу снега. Именно поэтому было принято решение направить обращение в адрес главы города. Обращение жителей города вызывает у нас беспокойство. Для минимизации этих процессов мы в рамках нашего бюджетного процесса в прошлом году обращали внимание на то, что нам необходимы средства, была возможность выделить средства. И депутатский корпус обращал на это внимание. И от руководителей предприятия не поступало дополнительных заявок для того, чтобы профинансировать дополнительные мероприятия по снегоуборке. Также мы корректировки вносили в феврале месяце по бюджету. И эта тема также не возникала. Впрочем, выход из ситуации депутаты видят в организации системной работы. Денис Гусев уверен, если будет понимание проблемных точек города и как выходить из сложившейся ситуации, то получится избежать больших проблем в городских кварталах. Мы говорили о положительных моментах по уборке в этом году улиц, проездов. Но сейчас нужно выстраивать систему, где включать не только муниципальные учреждения и предприятия. Мы говорим, что на территории города находятся и учреждения различной формы собственности. У нас есть управляющая компания, которая осуществляет эксплуатацию и эксплуатацию жилищного фонда, прилегающей домовой территории. Необходимо выработать систему, где мы четко должны понимать зону ответственности каждого собственника. Эту систему должны взять на себя и в оперативном управлении, и в системной работе администрация города и лично глава города. Добавлю, письменный ответ с предложениями от администрации и вариантов решения проблемы депутаты ждут не позднее 13 апреля.